Привет! Надоело играть на гамбите? Есть для тебя новый вариант, это MalinRP, новый проект с ЮЦП регистрацией, он сейчас на закрытом бета-тестировании и поверь, этому проекту есть чем тебя заинтересовать. Ты можешь также поучаствовать в ЗБТ всего за 349 рублей, и при открытии сервера ты получишь приятные бонусы, ссылка есть в описании. Приятного просмотра! Сан-Фьерро Подоговоренность с мексиканской мафией со своим напарником. Вот мы в штатах, добро пожаловать в Фьерро. Старые крысы на новом корабле. Я думал Фьерро будет выглядеть иначе Амиго, а то где мы, но я даже не знаю как это назвать. Так, мне передали, что нас должно встретить прямо здесь. Будем ждать. Ты ебать, ебало, блядь. Ой, извиняюсь. Оле, Армана, вы от Гектора? Си, от самого Гектора. А вы, вы Джнар Львиана, верно? Си, мои Армана, меня здесь называют Биг Джейм. Ха-ха-ха, уютно тут у вас, мне нравится. Это округ всего лишь. Нас ждут большие дела. Гектор все объяснил. Не совсем. Сказал, что надо, а так в полный курс дела не вводил. Сказал, что мне все объяснят. Ну, поехали. По дороге все расскажу. Итак, всем привет. Да, это мой новый персонаж Марио Крэс. По ему 34 года. Он приехал в штату вместе со своим другом Рик, который находится в составе головорезов мексиканской мафии. Но вот Марио пока нигде не состоит. Лишь только помогает Рико выполнять его работу. Мы, в общем, катались по городу и общались. Потом мы решили заехать к другу Джинара по имени Энрико Пауло. Там мы пообедали и пообщались. В итоге Энрике решил заняться делами, какими занимался Алекандр Спиноза, которого, кстати, взорвали. Вечная ему память. Но Джинара дал мне задание, чтобы я отговорил этого Энрике заниматься такими делами. Чтобы я его так немножечко побил, чтобы он понял. Но Марио с этим заданием облажался. А как именно, смотри дальше. Рик, ты дома? Заходит в дом, сразу бьет по животу Рико. Стоит с дробовиком, падает на пол от удара. Одной рукой целится в парня. Заметив дробовик в руках, произносит слова. Вот черт. Ты совсем ебанулся? Смотрит в дул дробовика, находится в замешательстве. Облокотился об стену, держит Марио на прицеле. Давай к стене головы, придурок. И че ты приперся ко мне, мудозвон, а? Ты сначала это, ствол убери. Я просто волнуюсь, когда в меня целят. Отвечай на мой вопрос, придурок. Я пришел послание передать. Мне тебя сейчас убить? Или лучше расчленить, как думаешь, а? Медленно опускай руки и поворачивайся лицом ко мне. Какого хрена ты начал делать, а? Я... я пришел сказать кое-что. Черт, ладно. Я пришел сказать, чтобы ты не лез в это дело, мужик. Не стоит, реально, не стоит. Забудь нахер об этом. Я и не хотел лезть в это дело, придурок. Ты сам на кухне говорил об этом. Позвони Дженаро, при мне. Хотя не, лучше я сам. Вот черт, он недоступен. Просто, мужик, забудь об этом. Не лезь в это дерьмо, серьезно. Послушай меня внимательно. Я хотел помочь Левиана, а он решил нанести мне физический ущерб. А теперь забирай свою сумку и ствол и вали нахер отсюда. В общем, вот такой получился ролик. Да, я знаю, что он получился коротким. Да, я вас понимаю. Но нужно все-таки понимать, что у меня тоже есть свои дела. И я не могу постоянно играть на гамбит и записывать для вас материал, получается. Я обещаю, то есть, ну я постараюсь, точнее, сделать, чтобы следующий ролик был чуть подлиннее. То есть, не 5 минут, не 4, а хотя бы минут 7-6 плюс-минус. Если вам этот ролик понравился, то обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. Я буду очень вам признателен. Насчет подписчиков. Кстати, настукнуло уже тысячу подписчиков. Да, это очень круто для меня. Для меня это очень круто. То есть, моя цель уже достигнута. Теперь я бы хотел набить уже 2 тысячи подписчиков, а дальше уже как пойдет. В общем, ну, я очень рад и хочу вас всех поблагодарить за это. В общем, у микрофона был Стриж. Всем удачи, амигасы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!